здравствуйте здравствуйте мои дорогие друзья с вами светлана и мой канал для тех у кого новый год круглый год в душе как вы думаете юла и волчок это одно и то же а если не одно и то же то что появилось первым волчок или юла и когда появилась привычная нам всем пирамидка на эти другие вопросы мы сегодня и узнаем ответ рассматривая советские елочные украшения но прежде всего я хочу всем всем кто не лениться и ставит лайк под моим видео сказать огромное спасибо а еще особенно особенно поблагодарить тех кто оставляет комментарии под видео именно они как говорится и держит этот канал при жизни мне уже не раз ни два и не три хотелось как говорится бросить всю эту авантюру с ютюбом закрыть канал и жить уютно и в чистоте не разворачивая эти тонны игрушек не готоваясь к видео но потом вы знаете вдруг читаешь здравствуйте светлана мы с нашим семилетним сыном всегда ждем ваших новых сюжетов и так не хочется подвести ребенка привет тебе пацан с варшавы для тебя сегодня это видео о игрушках юла вернее волчок юла и пирамидка конечно же конечно же друзья юла и волчок это совершенно разные игрушки и первой игрушкой был волчок представьте себе что вот такие вот но не такие а вот игрушки волчки сделаны из кости находят старых старых раскопках стоянок первобытных людей вот даже тогда уже для детей придумывали игрушки белолих из кости из дерева да и вообще волчок можно сделать из чего угодно самые самые первые волчки уже более позднее знаете чего делали да просто брали обыкновенное яблок грушу или желудь вот нанизывали на пруд и вращали вот такие вот были волчки потом они конечно же совершенствовались 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 и в один прекрасный день представьте себе это был переломный момент 1880 год германия и там значит мастер игрушечник звали его лоренц вольц он экспериментировал экспериментировал с волчками и думал как же так сделать чтобы волчок можно было привести в движение более простым способом и вот во время всех этих экспериментов он как-то во внутрь волчка запихивает механизм с гайкой и вдруг волчок друзья закрутился так вот и появилась привычная нам юла но все равно раскручивать волчок который стал теперь уже юлой было слегка неудобно и немного подумал помастерил боль вставил сюда вот в юлу металлический стержень конечно все мы знаем как он выглядит и тогда привести уже юлу в движение было намного проще у всех наверняка в детстве была именно вот с таким раскрасом юла я думаю вообще если у вас в детстве не было юлы то у вас не было детства помните вот эти вот наши вот берешь так приводишь юлу в движение и потом с замиранием сердца смотришь как она вращается а я еще считал один два три четыре пять шесть и так дальше мне было интересно как долго же моя юла будет вращаться а еще маленький такой маленький сентимент мой покойный папа называл меня дзыгой украинском языке юла это дзыга как он говорил он говорил так ой тя наша светка тя наша светка воная дзыга крутоте и кругом повно что переводе ах это наша светка наша светка она как юла кружится везде ее полным полно да я была очень активным супер активным ребенком больше на таких детей говорят просто серебро ребенок как серебро вот такая вот игрушка елочная у меня интересно это еще волчок вернее это да это еще волчок или уже юла как вы думаете всегда вас приглашаю делиться своим мнением и буду конечно ждать ответа на вот вопрос куда мне отнести эту игрушку юла или волчок что еще интересное по отношению вот именно именно к юле наверное у кого-то были такие вот игрушки которые издавали такой звук свист а знаете как и кто придумал это все же не так просто у всего всегда есть свой автор так вот пётр больц ученик лоренца вольца это он придумал сделать в этой игрушке отверстие и тогда вращаясь благодаря вот воздуху юла и издавала и издает этот магический для нас людей звук что у меня еще есть вот такая вот игрушка я изначально думала что это пирамидка но потом обратила внимание что вот вот эти вот круги идут по видите косой линии значит это это юла вот такая вот друзья история про волчок юлу ну и остались у нас наши детские пирамидки как же я была удивлена когда узнала что вот привычные всем нам вот эти вот пирамидки они появились друзья только 1960 году представляете себе им еще сто лет нет а я то думала что игрушка игрушка древняя при древняя при древняя ну такая вот как волчок а нет именно в 1960 году фирма фишер прайс впервые в мире выпускает вот такую игрушку где на стержень одевались цветные кольца ну дела так дела представляете вот просто собирая коллекционируя елочные игрушки можно сделать для себя какое-то открытие а для этого нужно совсем немного иметь пытливый ум и задавать себе вопросы я себе их вечно задаю все время ой интересно знать а вот интересно правда же интересно вот про эту игрушку спрашивала посмотрите очень похожие игрушки и вот основание вроде бы одинаковое но все таки так я думаю вот это вот у нас будет юла а это у нас будет волчок такое мое предположение опять же если вы провели не зря время что-то узнали детям своим что-то расскажете внукам а вообще приглашайте детей пускай учатся пускай восхищаются елочными игрушками да и не только и пускай берегут наследие своих родителей бабушек и дедушек а вам всем приятного времени суток ну и пока пока друзья